Здравствуйте! Вы смотрите Вести Кабардино-Балкария. В студии Наталья Юсупова и в нашем выпуске. Состояние котельных на особом контроле. Представители власти инспектируют работу коммунальщиков. В память о сельском учителе в Крем-Константиновском открыта мемориальная доска педагогу Ивану Новикову. На территории республики ожидаются осадки. Это могут быть в виде дождя со снегом. Зима вступает в права. Каких капризов жители республики ждать от погоды в ближайшие дни? Транспортный налог, энергетическая безопасность и, главное, бюджет на следующий год. Депутаты парламента сегодня на пленарном заседании рассмотрели изменения в законодательные акты Кабардино-Балкарии. О нововведениях в сюжете Наталья Булат. Хоть и не первый в списке, но главный в повестке дня. Бюджет на следующий год. Депутаты рассматривали большую часть времени накануне. Документ прошел общественные слушания. Все предложения экспертов разработчики учли. Впервые проект основного финансового закона республики составлен на базе уже принятых целевых программ, отметил в своем докладе министр финансов Мурат Киреевов. Бюджет по-прежнему социально направленный. Доля расходов на социально защищенные статьи растет у нас по сравнению с текущим годом. Если в этом году мы 49% направляем, то в следующем году это увеличивается почти до 66%. Доходы бюджета почти 21,5 миллиард рублей, 10 из которых дотации с федеральной казны расходы свыше 24 миллиардов. Цифры складывались на основании прогноза социально-экономического развития, однако не все параметры учтены полностью. Солидную часть налоговых поступлений бюджет республики получал от алкогольных акцизов, но из-за их повышения работа предприятий под угрозой. Сохраняется риск поступления акцизов в 2014 году, поэтому в бюджете заложен всего лишь уровень 34% от того, что заложено в прогнозе социально-экономического развития. Дополнительные субсидии из бюджета республики со следующего года начнут получать муниципалитеты. 10% доходов от акцизов, поступающих в консолидированный бюджет, подчеркну акцизов на горюче-смазочные материалы, передадим органам местного самоуправления. Это порядка 175 миллионов рублей. Мы дополнительно в виде нормативов отчислений передадим органам местного самоуправления. 905 миллионов рублей в следующем году направят на поддержку ЖКХ, отметил Киреофов. Это на треть больше, чем в текущем. Поручение главы КБР обеспечить стопроцентные выплаты бюджетникам и социально незащищенным категориям граждан учли в первую очередь. Проект бюджета депутаты утвердили в первом чтении. И сегодня же сразу в двух изменения приняли в закон о транспортном налоге. С 1 января увеличиваются ставки для владельцев машин повышенной мощности. По автомобилям мощностью двигателя от 150 до 200 лошадных сил предлагается увеличить ставку с 30 рублей за лошадную силу до 35. И по позиции, по мощности двигателя от 200 до 250, 60 рублей до 65 рублей. И по позиции свыше 250 лошадных сил с 90 до 150 рублей. На заседании депутаты также приняли ряд обращений. Одно из них председателю Госдумы Сергею Нарышкину ускорить принятие изменений в отдельные законодательные акты. Инициатива, разработанная парламентом Кабардино-Балкарии, предлагает разрешить судебным органам при введении дел террористической или экстремистской направленности оглашать только вводную и резолютивную части, чтобы не допустить через СМИ распространение информации об организациях и структурах преступного сообщества. Наталья Булат, Азамат Табуха, Вести, Кабардино-Балкария. Процедуру проведения ЕГЭ в будущем году обсудили в Нальчике глава Рособорнадзора Сергей Кравцов и председатель правительства КБР Константин Храмов. Во встрече участвовал и спикер парламента Ануар Чеченов, сообщает сайт главы республики. По словам федерального чиновника, главная задача провести единый госэкзамен максимально объективно и прозрачно. С этой целью будут усилены меры информационной безопасности. Сергей Кравцов заявил, что контроль проведения ЕГЭ будет жестким. Регионам рекомендовано создать рабочие группы с участием представителей профильного министерства, Рособорнадзора, депутатов и общественности. Константин Храмов, в свою очередь, подчеркнул, мы заинтересованы в прозрачности и в конечном итоге в том, чтобы не было впоследствии и девальвации дипломов. Также участники дискуссии обсудили уровень зарплаты в сфере образования по республике. Сейчас она составляет 19 710 рублей у педагогов общего образования и более чем на 2 тысячи превышает средний показатель оплаты труда, сложившейся в экономике региона. В Кабардино-Балкарии находится делегация Волгоградской области. Это ответный визит. Наши представители на берегах Волги побывали минувшим летом. В программе рабочей поездки знакомство с крупными промпредприятиями, а также посещение учреждений здравоохранения. В составе делегации большая группа медиков. Они уже побывали на майском заводе Севкафринген-Д и оценили достоинства техники, которую здесь производят. Для главврачей крупнейших волгоградских клиник и преподавателей медицинских вузов устроили презентацию инновационного цифрового оборудования. Это полная замена, как мы называем, второго-третьего рабочего места и цифрового флюорографа. Очень удобен для скорой помощи. Очень высокая у него пропускная способность, если можно так выразиться, на один снимок и на обработку пациента, ну где-то 2-3 минуты, наверное, уходит. Мы его даем на опытную эксплуатацию бесплатно в кардиологии. Завтра гостям предстоит знакомство с курортом и лечебным учреждениями республики. Напомню, начало партнерским отношениям было положено в апреле 2010 года. Тогда итогом визита волгоградской делегации в КБР стало соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Продолжаем выпуск. Отопительный сезон начался почти два месяца назад. За это время серьезных происшествий не зарегистрировано, но впереди зима и минусовая температура. Сегодня первый вице-премьер Казиму Янаев проинспектировал котельные Нальчика. О результатах проверки осман-казаков. Котельная Юго-Западная – отправная точка инспекционной проверки. Объект полностью готов к осенне-зимнему периоду, доложили первому вице-премьеру. Казиму Янаев детально интересовался техническими параметрами, количеством домов, в которые подается тепло, насущными нуждами. После аналогичная процедура в котельной горбольнице номер один. С персоналом общаемся, нам немаловажно, как у них зарплата и какие у них проблемы. Пока на двух объектах здесь никаких проблем не выявлено, в то же время комплексы работают нормально в режиме. Об ответственности, которая лежит на техперсонале котельной, говорят сами специалисты. Действия на случай неисправности оборудования уже спланированы. У нас все котлы одновременно никогда не работают. У нас есть резервный котел. И насосы, и котлы у нас везде есть резерв. Соответствие отчетов на бумаге и реальные ситуации на местах – одна из главных целей поездки, отметил Казиму Янаев. Сегодня только в Нальчике 60 котельных по всей республике – более 300. Состояние всех систем тепла и водоснабжения, а также пополнение материально-технических ресурсов на случай аварий – на особым контроле. Как говорят теплоэнергетики, зима не должна прийти неожиданно. Осман Казаков, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. Мемориальная доска в память об усельском учителе. Сегодня в школе села Крем-Константиновское провели торжественную церемонию, посвященную педагогу Ивану Новикову. Сюда он пришел работать учителем русского языка сразу после войны, а уже через 10 лет возглавил учебное заведение. Как отзываются коллеги, Новиков всегда стремился не только давать знания, но и творчески развивать подопечных. Грамоты и награды учеников за участие во всевозможных конкурсах – тому подтверждение. Именно эту школу он открывал в 1968 году. И эти даты у нас совпали, потому что в сентябре ему исполнилось 90 лет, 115 лет со дня основания церковно-приходской школы, 75 лет со дня основания школы десятилетки и в этом году нашей школе 45 лет. Добавлю, что церемония прошла согласно распоряжению Минога КБР об увековечении памяти заслуженных работников образования республики. В жилье нуждаются более тысячи детей-сирот Кабардино-Балкарии. Такие данные прозвучали сегодня на заседании в общественной палате КБР. Его посвятили защите прав оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и выпускников домов-интернатов. На учете в органах опеки стоят почти 2000 детей, более 80% усыновлены или воспитываются у приемных родителей, доложили на заседании. Большое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в санаториях и лагерях побывали несколько тысяч таких ребят. Однако проблемы есть не только с обеспечением жильем, но и с получением образования. Необходимо создать в домах-интернатах и школах соответствующие условия для обучения детей-инвалидов. Меры принимаются, но пока недостаточны, отметила начальник отдела опеки и попечительства республиканского именобра Мадина Степина. Рекомендации членов общественной палаты будут направлены в соответствующие ведомства. Сильный туман стал причиной увеличения количества аварий на дорогах республики. Очередное ДТП произошло на участке федеральной трассы около Нортана. Сегодня утром там столкнулись два легковых автомобиля, пострадавших нет. Водитель «Жигулей» при повороте не уступил иномарке, которая двигалась по главной дороге. От удара у копейки вырвало двигатель, а внедорожник «Пежо», проехав по инерции, около сотни метров, оказался в кювете. Четыре дня назад на этом же месте в автокатастрофе погибли два человека. В госавтоинспекции отмечают, этот участок является одним из самых опасных и просят водителей быть предельно внимательными. И последнее. Заканчивается осень, которая подарила нам, особенно в последние дни, немало тепла. Календарная зима уже на подходе и погода соответствует. Туман, дожди и заморозки. Как пояснили вестям в гидрометцентре республики, во всем виноват циклон, проходящий по территории России. В него попадает арктический воздух, который уже добрался и до Кавказа. Вот и сегодня, например, температура у нас воздуха, как сами видите, резко понизилась. Сегодня температура уже даже в дневное время не достигает где-то плюс трех градусов. Если говорить о погоде на последующие сутки, то, в общем-то, погода будет неустойчивой. Вот периодически на территории республики будет, как говорится, отголоском докатываться вот этот арктический воздух. И нужно обратить внимание водителям особенно, потому что могут быть на дорогах образовываться гололедецы. Ну и более подробно о погоде расскажет Зухраб Шихачева. У меня пока вся информация. Вечерний выпуск «Вестей Кабардино-Балкария» смотрите в 19.40. Увидимся. Добро пожаловать в СПА «Отель Синдика». Современное оборудование и эффективное лечение. Все виды косметологических услуг. Массаж, услуги мануального терапевта. Будьте здоровы, будьте счастливы. СПА «Отель Синдика», улица Пирогова, 8. Телефон 49-25-25. Кристальная вода ледников. Чистый горный воздух. Разнотравья альпийских лугов Кавказа. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. Под натиском холодного фронта тепло понемногу покидает наш регион. В последний осенний рабочий день синоптики не исключают осадки. Туманные облака царят в Зольском. Плюс 4 при небольшом дожде. Пасмурная погода ожидается и в горах. У подножия Альбруса днем столбики термометров у отметок минус 2, минус 4. Ночью до 8 мороза снег. В Тернаузе чуть теплее. Плюс 2. И здесь осадки. Просвета в череде хмурых дней, увы, не предвидится в Баксане, Чигеме и Норткале. Там в пределах плюс 4-6. Близкая по показателям температура при высокой влажности ожидается в Прохладницком и Майском районах. В Терском и Лискенском, скорее всего, будет сухо. Однако ветрено. Порывы до 6 метров в секунду. Без осадков и в Кашхатау плюс 4. В столице Кабардино-Балкарии днем не больше 6 градусов по Цельсию. Ночью около 3. Это был прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова